Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Полина Сусько, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Экономика цифры договора. Состоялся рабочий визит делегации Пензенской области в областной центр, что заинтересовало потенциальных партнеров и в чем могут быть точки соприкосновения, компетентный комментарий из первых уст. День единения народов Белоруссии и России. Почему сегодня так важно сохранять духовную общность? Большой концерт состоялся накануне в областном общественно-культурном центре. Фестиваль у моды и стиля быть. Председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук провел рабочую встречу с представителями швейных производств. О чем говорили и к чему пришли? Тезисы большой дискуссии в нашем сюжете. Молодость, талант, культура. Большой творческий конкурс арт-вокаций прошел в вузах Брещины. Чем запомнилось мероприятие? Самые яркие кадры в материале наших корреспондентов. В эфире программа «Итоги недели». И мы начинаем. Делегация Пензенской области побывала с официальным визитом в Брестском регионе. Насыщенная программа включала посещение Брестской крепости, погранзаставы имени уроженца Пензенской области Кижеватого, а также несколько предприятий города. Была реализована и главная цель визита – предметное обсуждение основных направлений сотрудничества, которое закрепили подписанием протокола первого заседания рабочей группы. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Период экономических и финансовых санкций против Беларуси и России вместе с тем – время больших перемен и возможностей для обеих стран. Сегодня понятно, что интеграционные пути необходимо перестраивать, а объемы товарооборота, производственно-кооперационные и другие связи с регионами России развивать. Дальнейшие шаги и реализацию совместных проектов обсудили в Бресте на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пензенской области Российской Федерации. Получаем открытую базу, что нужно сегодня нашим партнерам из России. Это для машиностроения непосредственно различных направлений науки, техники, импортозамещения. То же самое и для нас это важно, потому что мы сегодня опять-таки тот регион, который сегодня серьезно занимался экспортом. Мы выпускаем ряд направлений, которые специфические именно для Брестской области. Поэтому наши взаимоотношения в дальнейшем мы рассчитываем на долгие наши кооперационные связи. Стоит отметить, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между нашей республикой и Пензенской областью существует еще с 2015 года. Прошлый год завершился с итогом. По внешнеторговому обороту в 100 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Интеграция только ее отправная точка. К заседанию российская сторона сформировала список из 800 пунктов по импортозамещению. Всего в перспективе планируется реализовать 6 тысяч таких позиций. Период, в который мы живем, диктует, что нам необходимо очень плотно сотрудничать по всем направлениям. Но прежде всего это по экономическому направлению. Нам очень интересно все, что связано с сельским хозяйством. У вас тут хорошая селекционная школа. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было сотрудничество в части селекции. Это раз. Второе, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве в поставках сельскохозяйственной техники. Это второе важное направление. Третье важное направление – это все, что связано с техникой в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Республика Беларусь экспортирует в Пензенскую область – сельскохозяйственное оборудование, пластмассовую тару, фрукты, плиты ДВП, бытовую аппаратуру, газовое оборудование, сыры, мясную продукцию, бумагу, картон, отходы и лом чёрных металлов и другие товары. Взамен мы получаем мебель, шоколад, мощные кондитерские изделия, арматуру для трубопроводов. В процессе товарооборот задействованы предприятия «Брещины», среди которых «Брестгазоаппарат», «Инкофуд», «Пинскдрев», «Санторител» и «Продтовары». Их перечень будет расширяться. «Брестская область, в первую очередь, отвечает за сотрудничество с Пензенской областью, а это, я считаю, после нашей встречи, достаточно глобальный такой масштабный проект взаимоотношений. Чем пригодится Брестская область? Конечно, мы сегодня прекрасно понимаем один из таких передовых сельхозрегионов, которые сегодня занимаются серьёзным экспортом нашей продукции, производством. Здесь самые высокие аэнодои у нас в стране, неплохие урожаи зерновых культур. Мы сегодня занимаемся производством говядины, свинины, мяса птицы в том числе». Итогом встречи стало подписание протокола о сотрудничестве. Это позволит вывести взаимоотношения между регионами России и Беларуси на качественно новый уровень. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Продолжая тему, стоит сказать ещё об одном знаменательном событии. День единения народов Беларуси и России, который ежегодно отмечается 2 апреля. Знаменательная дата в нашей общей истории, яркий символ нашего братства. Именно в 1996 году президенты России и Беларуси подписали договор об образовании сообщества России и Беларуси. А уже спустя год, 2 апреля 1997 года, был подписан договор о Союзе Беларуси и России, который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств. С тех пор эта дата в календаре важных событий. В наши дни представителями двух стран проводится целенаправленная работа по активному взаимодействию. Уже сегодня у союзного государства есть прочная основа – масштабный экономический потенциал в виде совместных предприятий и подписанных контрактов на поставку продукции, богатое духовное и культурное наследие. Каждый год в честь Дня единения проходят различные мероприятия, концерты, акции, что как никогда нужно в это непростое время. Большой праздник в текущем году прошел на базе областного общественно-культурного центра. Как это было, расскажем прямо сейчас. Мероприятия ко Дню единения Беларуси и России в городе над Бугом всегда проходят масштабно и интересно. Очередной раз напомнить о главном в отношениях двух держав собрались в областном центре представители администрации города и области, консульство России и гости. Каждый участник праздничного мероприятия подчеркивал, что взаимоотношения двух народов имеют большую историю, в которой немало общих и весьма важных страниц. В самом деле замечательный праздник, который уже имеет свою историю. Этот праздник мы заслужили, потому что прошли, пусть исторически короткий, но довольно-таки сложный путь единения, поиска единой платформы, единых подходов к решению возникших проблем. И мне кажется, что результатом всей этой работы является тот уровень интеграции, который мы имеем в настоящее время. Вот уже больше четверти века длится процесс взаимной интеграции Беларуси и России. Современные отношения между двумя государствами активно развиваются и укрепляются, способствуют этому разные точки соприкосновения. Культурные взаимоотношения, активное сотрудничество в направлении образовательной и научной сферы, а также в молодежной политике. Все это – лишь малая часть того, как построены региональные отношения, которые в совокупности подкрепляют искреннюю дружбу между народами. В Беларуси и России есть чем гордиться, ведь самое главное в интеграции – это всегда благополучие людей. Это заключается в том, чтобы была возможность работать, передвигаться, расти детей, развиваться, учиться и многое другое. Особую актуальность приобретает комплекс программ, принятых в ноябре прошлого года и одобренные президентами наших стран по дальнейшему развитию союзного государства. 28 программ – это большой пакет документов, которые охватывают все стороны нашего сотрудничества. Я думаю, что в предстоящий период, а уже началась реализация этих программ, у нас предстоит важная работа по их реализации, по созданию новых условий для развития экономических связей, для создания более благоприятных условий для регионального сотрудничества, для создания более благоприятных условий для культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. В непростые времена Беларусь и Россия вновь демонстрируют пример сплоченности, дружелюбия и решительности в преодолении любых трудностей. Это подтверждают в том числе и многочисленные совместные духовно-нравственные и исторические проекты. Особое значение имеет и концертная деятельность. Искусство не имеет границ. И это в первую очередь понимают музыкальные деятели. Союзное государство сегодня – это достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьёй в мире и согласии. Это показал большой праздничный концерт. Найти свободное место в зале было практически невозможно. Так много желающих было провести это время вместе. Воля беларусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным фундаментом для строительства более тёплых, дружественных отношений. А это то главное, что позволяет сохранять мир. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Александр Мкааревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. Несмотря на непростую обстановку, которая сегодня складывается на международной арене, мероприятия, посвящённые Дню города, должны состояться. Об этом заявил на текущей неделе председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в рамках встречи с руководителями швейных предприятий и производств города. В планах у представителей вертикали власти провести в этом году первый фестиваль моды и стиля. В основе две составляющие. С одной стороны, это мероприятие должно стать площадкой презентации лучших коллекций наших производителей. А приглашения будут разосланы в том числе и различным торговым компаниям, которые напрямую смогут пообщаться с производителями. С другой стороны, это что-то новое и для горожан. Шанс посмотреть на то многообразие, которое создаётся сегодня на Брещене. На открытом диалоге с градоначальником побывали и наши корреспонденты. Открытый диалог в стенах Брестского горисполкома – рабочая встреча, инициаторами которой выступили представители местной вертикали власти. Это общение получилось скорее неформальным, однако с конкретными целями и задачами. На июль 2022 в городе запланировано проведение фестиваля моды и стиля. Так как наш областной центр может по праву считать себя белорусской швейной столицей, то здесь есть, что показать и другим регионам, и приглашённым гостям. Мы видим в продвижении данного мероприятия решение даже, может быть, не двуединное, а триединные задачи. Помимо компонента массового мероприятия, такого веселительного, развлекательного, конечно, это продвижение товаров брестских производителей на рынке с учётом изменившейся конъюнктуры. Конечно, это поиск новых поставщиков с учётом, опять же, тех ограничений, которые уже действуют и вряд ли будут сняты в ближайшее время. Поэтому это мероприятие имеет комплексный характер, и оно в какой-то мере позволит адаптировать отрасль лёгкой промышленности под сложившуюся ситуацию. Если нам в этой ситуации ещё получится сделать это с точки зрения продвижения брестских товаров и в глазах наших брещан и гостей нашего города, это, я тоже думаю, будет иметь реальную экономическую выгоду в том числе. Место проведения запланированного фестиваля – закрытая арена и площадка перед легкоатлетическим манежем, а также конференц-залы Дворца водных видов спорта и Ледового дворца. Участие в мероприятии примут представители Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности и Национальная школа красоты. По мнению организаторов, проект должен в себя включать показы, маркеты, лекции, мастер-классы. Как раз таки в этом и предлагают принять участие представителям швейной отрасли, которые лучше понимают конъюнктуру рынка, тенденции и тренды. Кроме того, это хорошая возможность выставиться и представить свой продукт. Модная сцена будет установлена в электрофитическом манеже. Она будет уже установлена по образцу, как это делается на настоящих показах неделях моды в НИДИ и во Франции, и в Италии. Там будет язык, там будут места для переодевания моделей, там будут непосредственно модели. У нас уже существует договоренность с ведущими агентствами модельными нашей страны. Разговор получился достаточно открытым. Такой же открытости сегодня организаторы ожидают от потенциальных участников. Они могут предложить свои идеи презентаций и мероприятий. Все инициативы готовы рассмотреть в оргкомитете фестиваля. Ведь такое мероприятие в любом случае будет расценено и как местный бренд, который будет собирать всех заинтересованных в этой сфере представителей отрасли, в том числе и из-за рубежа, потому что наших производителей знают и уважают. Я не сомневаюсь в успехе этого проекта. Я уверен в том, что он даст прямую экономическую и финансовую выгоду. Опять же, повторюсь, позволит адаптировать данное направление коммерческой деятельности к сложившимся ситуациям. Легче всего сложить руки, ничего не делать и жаловаться на то, что все стало вокруг плохо. Брест по праву носит звание швейной столицы. По крайней мере, так довольно часто раньше упоминалось. Еще совсем недавно мы имели целевых туристов, ну, может быть, с оговоркой туристов, у которых цель посещения города была именно приобретение швейного, определенного нашего швейных изделий. Все это прекрасно знают и помнят. Наша задача уже на совершенно другом уровне возразить в какой-то мере, адаптировать вот эту замечательную, хорошую силу притяжения, в том числе, к нашему городу, с учетом сложившейся времени. Тема осталась открыта. Это значит, что диалог будет продолжен только уже в предметной плоскости. Продолжаем выпуск. Каждый год экономика претерпевает ряд реформ. Как правило, это касается актуальных ниш, сфер, где весьма высока вероятность высокого заработка, а также перспектив для развития. Это нормальный стабильный процесс, который позволяет не застаиваться, а наоборот, постоянно двигаться вперед, следуя тенденциям рынка и предлагаемым им преобразованием. Такой же процесс, правда, в менее скорых масштабах затрагивает и систему образования, в частности, среднеспециального, профессионально-технического и высшего. Именно там готовят кадры, которые в перспективе придут на производство и организации, чтобы дальше совершенствовать все, что было наработано их предшественниками. Традиционно в марте-апреле многие учебные заведения проводят Дни открытых дверей. Такие мероприятия не только являются профориентацией. Это хорошая возможность рассказать заинтересованным о вступительной кампании, ее особенностях и новых специальностях. Такие встречи прошли, например, в Брестском государственном университете и медицинском колледже. О самых важных моментах этих мероприятий наш следующий сюжет. Очередной учебный год для Пушкинского университета будет проходить в свете новых течений и веяний. Сразу две новые специальности добавились в перечень профессий, которые можно получить, поступив в Брестский государственный университет имени Пушкина. Речь об информации и коммуникации. На выходе это специалисты по связям с общественностью, те, кто будут от предприятий и организаций коммуницировать с прессой, а также урбанология. Достаточно новое, но перспективное направление. Специальность урбанологии, она новая, внесена в классификатор. И, конечно, кто первый был вдохновителем именно от создания такой специальности, это профессор Красовский Константин Константинович, к сожалению, который ушел из жизни. Но его вот эту мысль, идею подхватил декан факультета естествознания Сидорович Александр Александрович. И в этом году будет набор на эту специальность. Новая профессия – это всегда новые специалисты на рынке труда. Хотя не только они пользуются популярностью. Абитуриенты в рамках Дни открытых дверей активно изучают все, что предлагают университеты. Для кого-то приоритет – престижность, для кого-то новизна, для кого-то свое искреннее желание. А это порой значит намного больше, чем все другие категории. Сегодня Пушкинский университет в свои альбоматор видят не только белорусские, но и зарубежные студенты. И вместе они осваивают интересный образовательный процесс. У нас действительно учится много иностранных студентов, для которых университет стал родным домом, а наш Брест – городом, где они сложили интересный слоган «Лучше Бреста нету места». Поэтому действительно у нас такая дружная семья, где вместе учатся и наши белорусские студенты, и студенты-иностранцы. Ничто не будет для человека так актуально, как его здоровье. Именно поэтому специальности медицинского профиля, на которые также готовят в Бресте, всегда пользуются популярностью у абитуриентов. В этом году посмотреть на базу медицинского колледжа, познакомиться с педагогами и учащимися в рамках Дни открытых дверей, приехали абитуриенты областного центра «Пружан», «Волковыска», «Барановича», «Минска». Ничто не расскажет лучше о подготовке, чем практические занятия. На один день юноши и девушки смогли отправиться в путешествие в мир профессии фельдшера-акушера и медицинской сестры. Мне нравится профессиональный подход преподавателей в колледже. Также то, что для меня это была мечта поступления в колледж, и я задался целью конкретно поступить сюда. По итогу я получу профессию фельдшера-акушера и помощника врача по амбулаторной работе. Учеба в колледже мне нравится тем, что здесь всегда проводятся какие-то мероприятия, активности. Можно проявить себя не только как со стороны учащегося, но и проявить себя как какие-то организаторские способности можно проявлять тоже, но в этом проблеме не будет. Проучившись два года здесь, я понимаю, что это та профессия, которая мне нравится. Да, были трудности. Я помню свою первую неделю, когда ты пришел, о боже, такие темы, сколько всего учить страшно, ничего не понимаешь, не знаешь. Но со временем ты вливаешься в эту колею, тебе начинает нравиться. Да, бывают свои трудности. Вот эти вот экзамены, первые сессии. Ну все это проходит как-то. Если учиться, если тебе нравится, проблем никаких не будет с этим. Больше всего молодых людей впечатлили мастер-классы по акушерству, хирургии, терапии, которые проводились преподавателями колледжа и учащимися в лабораториях симуляционного обучения, анатомии, физиологии человека. А возможность пообщаться с нынешними учащимися колледжа дополнила эти эмоции. К слову, в 2022-м набор будет производиться по двум профилям. Сестринское дело и лечебное дело с присвоением квалификации. Фельдшер-акушер, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи. У нас две специальности. Специальность лечебное дело, квалификация помощник фельдшер-акушер, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Такие учащиеся могут распределяться помощниками врача в организации здравоохранения, то есть в поликлинике, вести самостоятельный амбулаторный прием. Также фельдшерами на станции скорой помощи на фельдшерско-акушерские пункты, акушерками в родильные дома, фельдшерами в медицинские пункты школ и предприятий города Бреста и в Брестской области. Вторая специальность – это специальность сестринская отдела, квалификация медицинская сестра. Здесь уже, конечно, выбор богат. Все стационарные организации здравоохранения и все поликлинические. Время до поступления еще есть. Это значит, что молодые люди могут думать и выбирать. Благо, перечень учебных заведений Брещины велик. Одни открытых дверей будут еще проходить. За их графиком можно следить на профильных сайтах учреждений образования. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Богданович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Время новых традиций в творчестве молодежи. По таким девизам в этот раз проходит Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся студенческой молодежи арт-вокации. В Бресте состоялся областной его этап. На протяжении нескольких дней студенты четырех вузов региона демонстрировали жюри и публике свои таланты в инструментальном, вокально-хоровом, театральном, фольклорно-этнографическом и хореографическом творчестве. Победители этапа отправятся в Минск для участия в заключительных мероприятиях. Наша съемочная группа побывала на выступлениях талантливых студентов двух брестских вузов. Подробности в сюжете Людмила Логодич. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На протяжении нескольких дней студенты Барановичского и Полесского государственных университетов, а также двух брестских вузов демонстрировали свои таланты в инструментальном, театральном, фольклорно-этнографическом, хореографическом и вокально-хоровом творчестве. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Республиканский фестиваль – это праздник для студенческой молодежи всей страны. И мне очень радостно, что в этом году фестиваль арт-вокации стартовал как раз на Брещене. Потому что сегодня и завтра все творческие коллективы высших учебных заведений Брестской области встречаются в рамках арт-вокации. Ну а потом мы, республиканское жюри, будем передавать от Брестской области эстафету в Гомель, в Гродно, в Могилев, в Витебск и в город Минск. Конкурс арт-вокации объединяет студенчество всей Беларуси, а мы, глядя на наших креативных, талантливых студентов, гордимся, что именно эти ребята наши настоящие и будущее нашей родной Беларуси. Жюри пришлось непросто, ведь только среди участников от Брестского государственного университета имени Пушкина оказалось немало настоящих профессионалов. Площадкой для своих выступлений они выбрали Центр молодежного творчества, где представили разножанровые и разноплановые сольные выступления. Номера от студии народного и острадного вокала «Зулок» и «Ступени», студии эстрадного танца «Ван Вэй» и даже команд по чарлидингу и спортивной аэробике. Я считаю, что такие конкурсы очень важно проводить, потому что каждый человек может показать свои способности и таланты. В любом случае это заряд позитива, энергии, это общение с залом, обмен энергией. Ну, мы стараемся и надеемся, что у нас все получится. Мы сегодня представляем такое направление, как чарлидинг. Очень хорошее мероприятие, потому что оно как бы сплощает людей, тем более у нас в университете очень много талантливых людей. Множество талантов и в техническом вузе Бреста, даже несмотря на то, что его студенты выбрали для себя специальности далекие от творчества. Здесь выступления участников разделились на два блока. В первом фольклорные инструментальные хоровые коллективы представили номера на белорусском языке. Вот эти вот национальные, такие вот аутентичные номера, их хорошо показывают в такой вот узкой локальной обстановке, и они тогда лучше звучат. И я так понимаю, по улыбкам жюри, что им очень нравится, что это такая необыденная обстановка, и вот такой вот маленький креатив мы вынесли в этом году. Вторая часть конкурсной программы прошла на сцене. Вуз по праву гордится своими талантливыми студентами. На его базе существует хоровой коллектив «Белая вежа», удостойный звания народного, фольклорный ансамбль «Скарбница», ансамбль эстрадной музыки «Метелица», театральные и танцевальные коллективы. У нас творческая жизнь кипит и бьет ключом. У нас в университете множество творческих коллективов. Я участвую в коллективе эстрадного и народного танца «Крутуха» и «Дельвейс». Я участвую в народной театральной студии «Слово». Мы очень часто участвуем в разных конкурсах, фестивалях и активно участвуем и в жизни университета тоже. Данный конкурс нам позволяет открыть свои таланты, показать свои возможности, представить нас на республиканском конкурсе. Все-таки это очень престижно, как и для университета, так и для своих личных достижений. Завершающий этап фестиваля состоится в столице республики. Уже в мае победители принят участие в финальном галоконцерте. Вот и завершилась неделя весенних каникул. В городе Бресте к организации занятости школьников подошли с особой ответственностью. Так, например, практически во всех учебных заведениях были организованы так называемые каникулярные лагеря, в рамках которых у детей была возможность провести время весело и с пользой. Также немалая доля внимания уделялась вопросу сохранения исторической памяти. В рамках этой тематики в учреждениях образования города над Бугом организовывались различные квизы и интеллектуальные игры. Особый акцент также был сделан на безопасности детей. Съемочная группа телекомпании Буг ТВ подготовила свой обзор мероприятий, организованных для школьников во время каникул. Несмотря на то, что школьные весенние каникулы длятся всего неделю, у подростков есть масса возможностей провести время с максимальной пользой. Утренняя зарядка, познавательные уроки, экскурсии, подвижные игры – все это в каникулярном лагере при средней школе номер 7 города над Бугом. В течение недели более 70 мальчишек и девчонок проводили время с пользой. Благодаря такой форме проведения досуга, родные могут быть спокойны, что их дети заняты полезным делом. Это, конечно же, интеллектуальные игры и занятия дополнительные по предметам, те, кому это нужно. Это и культ похода в кинотеатр, и поход на станцию Юнатов, так называемый нынешний эколого-биологический центр. В общем, дети, занятия по рукоделию, творчеству – все возможные варианты, какие только нравятся детям. Мы набираем детей по заявительному принципу, и в этот раз, когда детям негде, скажем так, провести время, потому что в основном это маленькие дети, и бабушки, дедушки не всегда могут посмотреть своих внуков, конечно же, да, отдают детей первые, вторые классы. Старшие классы у нас с интересом в этот раз пошли как раз-таки на этот военно-патриотический отряд. Им было интересно, и мы набрали. 2022 год Беларуси проходит под эгидой сохранения исторической памяти. В рамках этой тематики в учебных заведениях Бреста организовываются различные мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. Так, в средней школе номер 20 имени Карбышева сегодня состоялась районная интеллектуальная игра, которая собрала более сотни ребят эрудитов. Им предстояло дать ответы на вопросы о Великой Отечественной войне. Лучшим командам вручили ценные призы. Мы делаем упор на факты события, потому что сейчас в нашем непростом мире идет переписывание истории. И, конечно же, наши дети должны знать правду, как оно было и что происходит. Поэтому хочется, чтобы только здоровье и мирное небо всегда было над нами и над нашими детьми. Подростки по собственному желанию принимают активное участие в подобных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти. Школьники понимают, что за ними будущее и что когда-нибудь им придется рассказывать уже своим детям о героическом подвиге народа Беларуси. Мне нравится факт того, что я принимаю тут участие, так как я считаю, что вопросы о Великой Отечественной войне всегда будут актуальны в современном мире и далее. Нельзя этого забывать и обязательно надо об этом помнить. Во-первых, важно помнить для того, чтобы не повторить это в современном мире и далее. Также обязательно надо помнить память тех людей, благодаря кому мы тут сейчас находимся. Для меня участвовать в этой игре – это узнать историю своей Родины, подвиг наших дедов. Историю знать важно, чтобы не совершать ошибок наших премьер. Естественно, далеко не все дети находятся в оздоровительных, военно-патриотических, школьных лагерях. Многие просто гуляют на улице, проводят время с друзьями. И, к сожалению, бывают случаи, когда школьники попадают в поле зрения правоохранительных органов. Имея слишком много свободного времени, дети порой направляют свою энергию не в то русло. И как результат – неприятности. Дабы избежать таких инцидентов, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с детьми. Вы, наверное, все сейчас на каникулах, правильно? Кто-то в лагерь, может быть, ходит? Нет. Нет? А чем вы занимаетесь, рассказываете, на каникулах? Догонялки играем. Догонялки играете? На площадке. А где обычно играете в догонялки? На площадке. На площадке. Вы знаете, что-то может быть опасно очень? Посмотрите, здесь вокруг очень много разных конструкций железных. Можно обо что-нибудь пораниться. Ребята, а еще расскажите мне, до какого времени вам гулять можно? До 22. До 28. А после 23 можно вам гулять? Нет. Нет, вы знаете об этом. С какого возраста можно гулять после 18 лет? 16 лет. 16 лет можно гулять, но вообще по разрешению родителей. Но на самом деле сейчас, хоть и темнеет уже поздно достаточно, но вы, пожалуйста, не задержитесь. И желательно в 22.00, чтобы все были дома. С наступлением каникул основной акцент делается на посещении мест массового тяготения несовершеннолетних и проведении профилактической работы непосредственно в таких местах. Говоря о безопасных каникулах, хочу сразу отметить, что для сотрудников милиции это самое сложное время. Потому что дети остаются бесконтрольными и очень часто увеличивается количество как правонарушений, так и преступлений среди данной категории. Поэтому эта работа находится на постоянном контроле и именно проведением профилактической работы мы пытаемся добиться того, чтобы дети не совершали правонарушений и, конечно же, не совершали преступления. На самом деле каждый родитель имеет право решить, как организовать свободное время своего ребенка. Будь это лагерь или отдых дома в компании близких, самое главное, чтобы это время прошло с максимальной пользой и, что не менее важно, безопасно, а ресурс для этого есть. Александр Багданович, Эдуард Бакунович, Александр Воронин, Александр Макареевич, телекомпания Бук-ТВ. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте. 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Полина Сусько, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Кулакова